Всем привет! Я уже показывал в своих роликах про БТГ и по всякого рода вечные двигатели и самозапитывающиеся генераторы, которые якобы существуют, их показывают на ютубе, обзывая вечными двигателями либо генераторами свободной энергии. То, как один двигатель раскручивает другой, вы можете увидеть в моем ролике, который я недавно выпустил. И там я использовал вот такой очень хитрый компенсатор потерь. Этот компенсатор потерь своеобразный двойной детектор, который улавливает радиоволну и помогает компенсировать те потери, которые происходят при передаче энергии от генератора к моторчику. Ну, все это была шутка и все это обман. А вообще, любой БТГ-генератор или же вечный двигатель хорош тем, что он может вырабатывать электрическую энергию и нести какую-нибудь полезную нагрузку. К примеру, эти моторы могли бы хорошо запитывать какие-нибудь лампочки. Почему бы нет? К примеру, вот этот двигатель, оснащенный светодиодной матрицей, с помощью нехитрых пассов руками или же магических слов, может вырабатывать достаточной энергии, чтобы питать самого себя индивидуально, да еще и светиться светодиодами. Но это как-то мало. Маловато будет. Давайте возьмем БТГ помощнее. Например, вот такой. Конструкция его та же самая, как и здесь. Двигатель и светодиодная матрица. Такая солидная, большая матрица. Чтобы двигатель можно было видеть, что он вращается во время работы этого бестопливного генератора, я посажу вот такой маховичок. Почему бы нет? Его стрелочка как раз нам и покажет, крутится двигатель или нет. Надо быть осторожным, потому что бестопливные генераторы, они опасны для жизни и могут в любой момент начать вращаться. А это может повредить ваши пальцы. Или какое другое здоровье. Я закрепил маховичок, но пока что почему-то ничего не происходит. Я толкаю маховик, а энергия не вырабатывается. Ну, в этих случаях, как поступают мудрые инженеры и создатели вечных двигателей. Они либо щелкают пьезоэлементом от зажигалки, например, вот такой, или же махают магнитиком. Магнит первое дело. Но зажигалка интересней. Давайте с помощью электромагнитного импульса от зажигалки попытаемся запустить нашу систему. Ну-ка, что произойдет, если я буду щелкать? Смотрите-ка, он пытается крутиться. А если я пощелкаю побольше? Смотрите, запустился. Уже работает без зажигалки. О, чудо! Никаких проводов, никаких аккумуляторов, никаких батареек. Надо бы остановить его. Все, вращение прекращено и энергия не вырабатывается. Прямо-таки чудеса какие-то. Я передал высокую энергию искры на маховик, и генератор сработал. А что будет с магнитом? Пока ничего не получается. Тут все происходит гораздо страшнее. Дело в том, что E равно mc квадрат, и по формуле Эйнштейна-Фарадея надо обязательно раскрутить немножечко мотор, прежде чем подносить магнит. Поэтому раскручиваю мотор, подношу магнит и... Главное не подносить магнит слишком близко. А то может током долбануть. Все то же самое можно произвести и с этим моторчиком. Так в чем же дело? В чем же секрет? Смотрите. Ничего интересного. Провода никуда не идут. Снизу, сверху, где бы там ни было. Вот он, этот мотор. Вот он крутится крупным планом. Что же происходит, а? Ведь ни под деревяшкой, ни под вот этой штуковиной нет ни батареек, ни проводов, но какой-то кусочек пластилина. Как же оно вертится? Может в деревяшке батарейки? Так сколов не видать. Да и провода идут тут на контакты. Вот крупным планом ничего нет. Как же оно работает? Не понимаю. Давайте начнем с предыстории. Помните, как жужжали вот эти два мотора, запитывая друг друга вот на такой подставочке? Кто не помнит, посмотрите ролик. Все дело в подставке. Мотор и долой. Открываем подставочку. Ай-яй-яй. Аккумулятор. То же самое происходит и с вот таким вот двигателем. Когда матрица светится, а моторчик крутится, имейте в виду, что двигатели, они разборные. Вот, к примеру, если снять крышечку вот такого двигателя, вытащить его ротор, то сюда спокойно входит аккумулятор или батарейка. Конечно, не такая большая. Можно батареечку поменьше. Вы скажете, а как же вот эта вот железяка, которая торчит из мотора? Ну, что вам, напильника жалко? Подпилите, засуньте стерженек от пастового карандаша и будет вам железяка. В данном случае в моторе содержатся либо батарейки, либо аккумуляторы подходящего размера. Все это так просто и так банально, что не стоит выеденного яйца. Ну, что же мой БТГ? Неужели мой БТГ работал действительно от энергии эфира? Да нет, ребята, что вы! На этом самом пластилине стояла вот эта самая батарейка. И вот так вот она располагалась. И вот так вот я ее проводочками аккуратненько включал. И когда я поворачивал пальчиком вот эту вот матрицу, все включалось. Жужжал мотор, светилась матрица и БТГ работал. Крючочек позволял мне зацепить проводочки так, чтобы даже без моих рук я мог вам показать, что все светится и жужжит. А показывал я все это дело так, чтобы батареечку было не видать. Ведь если бы я вот так вот повернул, то где же чудо? Надеюсь, такой фейк больше вас никогда не удивит. До встречи, мои друзья!